Доброе утро! Сегодня вторник, 29 марта. Служба информации канал УТС начинает свою работу. В студии Ксения Бородкина. Сегодня в выпуске расскажем, почему левый берег Новосибирска станет выше, какие новые авиарейсы запустят из Новосибирска и зачем в Сдвинске проверят адреса домов. Левый берег станет выше. Эти прибрежные части Новосибирска на территории, где расположены коттеджи, планируют поднять на 7 метров. Градостроительный совет рассмотрел соответствующий проект. Согласно документации, до 2050 года в той части, где остался частный сектор и коттеджи, должно быть освобождено 180 гектаров под строительство многоэтажек. Кроме того, здесь планируют создать общественно-деловые зоны, возвести объекты спортивного значения и для отдыха горожан. Путешествие из Новосибирска в Краснодарский край станет еще доступнее. В Толмачево увеличили количество рейсов на полуостров Крым. Самолеты будут летать по этому направлению 22 раза в неделю. А летом еще чаще. Кроме того, в июне увеличится количество рейсов из столицы нашего региона в Санкт-Петербург, Казань, Тюмень, Читу, Южно-Сахалинск. Новым международным направлением станет Новосибирск, Шанхай. В Госдуму внесен законопроект о введении уголовной ответственности за склонение спортсменов к употреблению допинга. Авторы инициативы предлагают для врачей, тренеров, функционеров, побудивших атлета нарушить антидопинговые правила, различные наказания. От штрафа до 15 лет лишения свободы. Уголовное наказание за распространение допинга применяют в нескольких странах. Например, в Италии, Финляндии, Греции, США, Китае, Австрии. Впрочем, настолько суровых санкций, какие предлагают российские парламентарии, нигде нет. В свою очередь спортсмены, которые стали участниками скандалов, уверены, проекту потребуется серьезная доработка. И с введением уголовной ответственности за допинг пока спешить не стоит. В Сдвинском районе Новосибирской области готовятся к предстоящей сельхозпереписи. В отдаленных селах порой найти нужный адрес волонтерам с анкетами сложно. Не на всех домах есть опознавательные таблички. Наши коллеги узнали, где нет адресных указателей и знаков, и когда они появятся. Это усадьба на Пролетарской, дом 64. Но понять это невозможно, пока не посчитаешь соседние дома. Наш дом еще находится в стадии строительства. И хочем обшивать его, вот сейчас обошьем и приклеим номер. Тогда все сделаем. А дом семьи Булдаковых украшает новая адресная табличка. Ее установили после капитального ремонта. Сами мы не можем ориентироваться без номера. И приезжие очень часто спрашивают номер дома. И не знаешь указать, потому что мы же не знаем по фамилии всех жителей. Друга все равно. Поэтому номер всегда играет. Отсутствие адреса – неудобство не только для жителей. Во время переписи экспертам, чтобы найти нужный дом, придется потратить время. Когда мы, начав вот эту работу по уточнению объектов, в том числе в Сдвинске, столкнулись с тем, что они представили нам списки, которые не соответствуют тем адресам, которые находятся на некоторых улицах. По правилам, на фасаде каждого здания должен находиться номер. Его установка – обязанность властей. Но обычно жители сами решают проблему. Люди сами приобретали. То есть никто к нам, по сути, не обращался. Ну, изначально в бумаге было указано номерация дома. Согласно этой номерации человек ехал, покупал номер, ставил. И, в принципе, проблем к этому не было. Сейчас райцентр активно застраивается. Но пока адресные таблички есть, в лучшем случае – у каждого второго дома. Будет общая российская сельскохозяйственная перепись населения. К этому году мы должны привести адресное хозяйство в порядок. Потому что это опять будет неудобно для переписи населения. До всероссийской сельскохозяйственной переписи осталось три месяца. И чтобы эксперты не заблудились, каждому владельцу дома надо задуматься, о какой у него адрес и знают ли соседи нумерацию. Галина Распопина, Сергей Живченко, Новости ОТС. На этом пока все. Я прощаюсь с вами до следующих выпусков новостей. Желаю хорошего рабочего дня. Доброе утро. Новосибирская служба информации, канал ОТС продолжает свою работу в студии Ксения Бородкина. Сегодня расскажем о том, кто может рассчитывать на 3 миллиона, о старте акции «Розовая ленточка» и концерте в честь 60-летия Новосибирского академического симфонического оркестра. Финансовая поддержка. Сегодня в Новосибирской области начали прием заявок на предоставление микрозаймов в размере до 3 миллионов рублей. Фонд микрофинансирования малого и среднего бизнеса региона, учредителем которого является Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства, разместил правила приема на официальном сайте. Напомню, с 2010 года максимальный размер микрозаймов составлял 1 миллион рублей, что в условиях инфляции и разницы валютных курсов зачастую являлось недостаточным для поддержки предпринимательской деятельности, запуска и продвижения новых проектов. В первую очередь недостаток финансирования испытывали на себе представители производственной сферы. Теперь сумму увеличили, отмечу, поддержка и развитие малого и среднего бизнеса является одним из приоритетных направлений Минпропторга Новосибирской области. Ожидается, что увеличение предельного микрозайма, предоставляемого заемщикам, позволит предпринимателям активнее запускать бизнес-проекты. Розовая лента – символ борьбы против рака молочной железы и знак помощи женщинам всего мира. Новосибирская область присоединилась к регионам участникам акции «За здоровье прекрасной половины человечества». Сегодня всех желающих готовы принять в Бердской центральной городской больнице. В рамках акции женщины смогут проконсультироваться с онком-амологом, пройти обследование и прослушать лекцию по профилактике заболеваний молочной железы. Акция будет проходить с 10 до 15.00. Добавлю, по статистике в западных странах рак груди диагностируют у каждой десятой женщины, в России – у каждой тринадцатой. Сегодня Новосибирский академический симфонический оркестр даст один из самых ожидаемых концертов в сезоне. Музыканты исполнят программу «60 лет триумфа». Вместе с юбиляром выступит пианист Дмитрий Маслеев, победитель международного конкурса имени Чайковского, одного из самых престижных на планете. За пульт встанет Гентер Саинкевич из художественной руководителя и главный дирижер оркестра. Напомню, юбилейной дате был посвящен европейский гастрольный тур в начале марта. Сибирскому коллективу аплодировали в концертных залах Испании, Германии, Австрии и Санкт-Петербурге. В Машковском районе прошел региональный турнир по боксу. Бои длились четыре дня. О победителях соревнований расскажет Зинаида Миронова. Боксом Данил занимается уже пять лет, так что всех соперников знает по именам. На турнир приехал не пробовать силы, а взять верх над спортсменом из Искитима. Я у него взял матч-реванш, я ему уже этому сон проигрывал. Теперь для меня матч-реванш я ему взял. Сейчас я на Россию собираюсь ехать. Стать чемпионом России хочу. Теперь моя задача. Юные спортсмены из Алтайского края Кузбасса, Новосибирской области на ринг выходили в честь Николая Емельяновича Аксененко. Человека, который родился и жил в Машково. Занимался благотворительностью. По его инициативе построили новый железнодорожный вокзал, храм, ремонтировали школы и сады в поселке. В этом году поселок отмечает свое 120-летие со дня образования. И те люди, которые участвовали в становлении поселка, принимали непосредственно участие в строительстве тех или иных объектов, расположенных на территории нашего поселка, и вообще известные люди, мы сегодня вот этой датой чтим, так скажем, их память. Турнир длился четыре дня. Каждый спортсмен на ринг выходил несколько раз. Для большинства из них это отличная тренировка перед чемпионатом России по боксу. Что касательно технической подготовки наших спортсменов, именно Машковщанин, у нас есть чемпион Новосибирской области, это уже о многом говорит. Я надеюсь, что данный турнир будет неким плацдаром, платформой для развития и бокса не только в Машковском, но вообще в Новосибирской области. Поэтому я считаю, что такие турниры очень нужны, тем более через месяц будет чемпионат России. Победители и призеров определяли по восьми возрастным группам и весовым категориям. Лучшие показатели у бойцов новосибирских клубов. Зинаида Миронова, Андрей Новоселов, Владимир Полосин, Новости ОТС. На этом пока все. Я прощаюсь с вами до следующих выпусков новостей. Удачного рабочего дня! Доброе утро! Расслужба информации канала ОТС продолжает свою работу в студии Ксении Обороткина. Сегодня расскажем о производстве безалкогольных напитков в регионе, возможной передаче частникам обслуживания машин скорой помощи и фестивале рыбной ловли в Качковском районе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Новосибирске масштабная выставка в рамках Всероссийского форума. Энергетика, ЖКХ, транспорт и здравоохранение, экология и безопасность для этих и других сфер на экспозиции представлены новейшие разработки сибирских ученых. Планируется, что сегодня выставку посетят представители профильных комитетов Государственной Думы, главы субъектов Российской Федерации и крупных муниципальных образований, руководители организаций, осуществляющих управление жилищным фондом, руководители ресурсоснабжающих и энергосбытовых компаний страны. Подробности мои коллеги расскажут в дневных выпусках новостей. Перед летним сезоном в Новосибирской области увеличили объемы производства кваса. По данным Новосибирскстата, в целом выпуск популярных безалкогольных напитков увеличили на треть. В феврале новосибирские предприятия выпустили 29 миллионов литров соков, газировки и нектаров. Почти 95 миллионов полулитровых бутылок с минералкой. Самый высокий прирост, почти 37%, отмечен в производстве сладких газировок. Кто доставит скорую медицинскую помощь в Министерстве здравоохранения страны, согласно распоряжению президента Путина, должны уже к началу лета проработать вопросы о передаче участникам перевозок врачей неотложки. Для этого проведут мониторинг условий, в которых эксплуатируют транспорт скорой, перепишут класс автомобилей, проанализируют рентабельность услуг и механизм формирования тарифов. Совместно с Минэкономразвитие российский Минздрав должен выбрать лучшую бизнес-модель проекта по передаче функций при оказании скорой и неотложной медпомощи в тех регионах, где уже отказались от собственного обслуживания транспорта на станции скорой. В парках и лесах Новосибирска сейчас можно встретить много белок. Специалисты отмечают, в последние дни марта животные стали собираться группами. У грызунов брачный период. Этим и объясняется активность животных. Брачный период у белок продлится около месяца. Постоянных пар эти представители фауны не образуют. В конце весны, начало лета родятся бельчата. Зоологи отмечают, в этом году животные хорошо перезимовали. Сильных морозов не было. Рыбалка увлекает миллионы людей по всему миру. Любители и профессионалы готовы сидеть с удочкой и в мороз, и в дождь. Все ради того, чтобы поймать самую большую рыбу. В Качковском районе решили провести областной фестиваль по рыбной ловле. Участники собрались из 20 районов. Подробности далее в сюжете. Соревнования только начались, а у самой юной участницы Ирины Петрищевой уже есть улов. Папа не клюет ничего. А где вы проводили? А у меня так чуть-чуть. На что ловишь? Я на мормышку. Ножица ловили, ставили. Организатор соревнований – Новосибирское областное общество охотников и рыболовов. Более 15 лет подряд собирает рыбаков-спортсменов со всей области. Сегодня приехали представители более чем 20 районов. В городе там негде проводить, мне не интересно. А выбираем такие места, чтобы где-то было посредине области, чтобы могли приехать и с восточных, и с западных районов. Семьми целыми приехали. То есть это своего рода праздник. Соревнования проходят в форме фестиваля. А раз это праздник, значит нет никаких ограничений. Зимняя ловля рыбы по-фестивальски. То есть на все разрешенные снасти, разрешенные правилами рыболовства, вертия Пскового бассейна. То есть это мормышки, балансиры, блесна, жерлицы. То есть в принципе все, что душа желает? Да, вот сейчас нету никаких зон, ничего. Вот есть одна акватория, люди могут ходить туда-сюда, кто, как угодно. Победителя определяют по самому большому улову. Это Юрий Кузьмин из Ордынки. Он поймал более двух с половиной килограммов рыбы. Награда – надувная двухместная лодка. Рыбачил на мормышку. Что, ну, бога, или, ну, как удача, профессионализм, опыт. По традиции провели конкурс на самое быстрое вырение лунок. Здесь победитель – Павел Честных из Качковского района. После рыбалки – обед. Работает полевая кухня. Ароматная каша и наваристая шурпа – лучший кулинарный шедевр, приготовленный под открытым небом. Яна Рагуля, Артем Медведев, Новости ОТС. На этом пока все. Я прощаюсь с вами до следующих выпусков новостей. Удачного рабочего дня! Доброе утро! Расслужба информации и канал ОТС продолжает свою работу в студии Ксения Бородкина. О предстоящем паводке спасения новосибирцев в Ширигеше и новом графике работы новосибирского зоопарка расскажем прямо сейчас. Спасатели предупреждают о раннем вскрытии рек. Лед активно тает на реках всех южных регионов Сибири. По данным Росгидромета, наиболее опаснее с точки зрения половодия Новосибирская область, Республика Алтай, Алтайский край, Томская, Кемеровская область. Ранний приход тепла отмечают синоптики нынешней весной. Среднесуточная температура установилась и держится выше мартовской нормы. Вскрытие рек на территории Сибирского федерального округа уже происходит раньше предполагаемых сроков, на несколько дней. Отмечу, что наши спасатели в разные годы принимали участие в ликвидации последствий от мощных наводнений. На Дальнем Востоке в 2013 и в Алтайском крае в 2014. Тогда в зоне подтопления оказались больше 70 тысяч человек. Жители Новосибирской области несколько раз отправляли в районы бедствия и гуманитарную помощь. По данным Новосибирскстата, почти треть предприятий в регионе являются убыточными. Это данные специалистов за период с января по март. Низкие показатели связывают с кризисом и снижением покупательской активности населения. Еще годом ранее ситуация была противоположной. Больше 70% от общего числа предприятий и организаций Новосибирской области были прибыльными. Сумма общего дохода в 2015 составила 65 миллиардов рублей. В числе лидеров отмечали обрабатывающее производство, торговлю и ремонт автомобилей. В Ширегеше новосибирских сноубордистов спасли с помощью снегоходов. Напомню, в минувшие выходные двое жителей нашего города катались не по трассе, а в неположенном месте. В итоге заблудились и не смогли найти дорогу обратно. Однако до спасателей дозвонились. Эвакуация заняла несколько часов. Специалисты добирались до сноубордистов сначала на лыжах, затем на снегоходах. Животные проснулись раньше, и Новосибирский зоопарк готов принимать посетителей на час дольше. Сотрудники зоосада перешли на весенний режим работы и изменили часы посещений для горожан и гостей мегаполиса. Теперь находиться на территории парка можно с 9 утра до 8 часов вечера. А уже через два месяца график снова скорректирует. С начала лета зоопарк будет работать до 9 часов вечера. Хоккеисты молодежной команды «Сибирские снайперы» обеспечили себе бронзовые награды чемпионата и борьбу за финал Кубка Харламова. В серии до трех побед наша команда переиграла «Стальных лис» из Магнитогорска, как это было в сюжете Константина Бухтатова. Город живет хоккеем, но кто теперь будет спорить по этому поводу? Сибирь выбыла из гонки за чемпионство в КХЛ, но молодежная команда «Сибирские снайперы» продолжает борьбу за Кубок Харламова – главный трофей молодежной хоккейной лиги. И болельщики переполняют трибуны Ледового дворца спорта. Такого ажиотажа игры сибирских снайперов еще никогда не вызывали. Игра тяжелая была, болельщики помогли. Ты из Сибири играл, а при таких трибунах тебе не привыкать. А ребятам как снайперы к этому относятся? Первый матч, может, мандраж, сейчас нормально играть, уже все привыкли. Пацаны все были очень довольны. Все равно эта молодежь, как и лига, маленькая, другие эмоции. Пацаны впервые для них, для меня это даже впервые играть, в мою команду, в таких трибунах. Эмоции просто зашкаливают. Огромное спасибо болельщикам. Я надеюсь, что дальше еще будет только прибавляться, и мы будем стараться ради этих болельщиков, которые нас поддерживают. Сибирские снайперы в первом раунде плей-офф переиграли победителей конференции Омских Ястребов. В рамках четвертьфинала Кубка теперь выбили вторую команду Востока, Стальных Лис из Магнитогорска. Огромный вклад в этот успех внесли хоккеисты основной обоймы Сибири. Нападающий Константин Акулов и защитники Иван Верещагин и Владислав Наумов. Акулов принес сибирякам победу в первой домашней игре, Верещагин во второй. Усиление, конечно, нам очень помогает. Во-первых, ребята дисциплинированные, режимные, системы Сибири хорошо подготовленные, техническое оснащение у них очень хорошее. И в раздевалке они как лидеры ведут себя. И нашим игрокам с молодежной командой дали глоток воздуха просто. И дали им поверить в себя. Серию против Магнитогорцев удалось завершить дома и досрочно. Две победы при родных трибунах 6-1 и 3-1 дарят новосибирцам не только полуфинал чемпионата, но и самое большое достижение в истории клуба – бронзовые награды. Мы не думаем об этом. Это плотно. Не важно, кто первый, кто какое второе место. Мы выходим и боремся. Это другие игры. Сцепляемся за каждую победу. У пацаны все красавцы, тренера. Так что будем настраиваться в следующую игру. Не важно, кто первый, кто последний. Соперник по полуфиналу Ярославский Лока – победитель регулярки. Но на пути к медалям снайперы, не будучи в статусе фаворита, пары уже выбили двух лидеров. Первые игры пройдут в Ярославле 2 и 3 апреля. Новосибирские команды сыграют 6 и, если понадобится, 7 числа. Константин Бухтатов, Василий Тополев. Новости ОТС. И это все новости к этому часу. Я с вами прощаюсь и желаю удачного рабочего дня. Субтитры создавал DimaTorzok